Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Папины Дочки Едут на Море, или Папины Дочки Вторая Часть. Мы с вами прошли уже 4 эпизода, и давайте познакомимся с пятым. А Женя тоже очень обрадовалась предстоящей поездке, и сразу начала собирать вещи, сразу после того, как по телевизору закончится футбольный матч. Помоги Жене собраться. Так, у меня есть пару часов до следующего матча. Быстренько собираем вещи. И в прямом, и в переносном смысле, потому что они все разбросаны. Это просто, не знаю, дурдом какой-то. Итак, кепка, футболка, шагомер, зазеленка, теннисная ракетка. Теннисную ракетку вижу, вот в углу стоит. Валан. Шагомер. Так. Куртка. Зеленка должна быть, по идее, у аптечки, правильно? Да, вот она. Так, футболка, кепка. Кепка, кепка. Где кепка? Вот, футболка за плащом спряталась. Ну, кепка ж, по идее, должна быть немаленькая. Так, кроссовки, роликовые коньки. Тоже ж немаленькие коньки вижу. Так, давайте в шкафах искать. Кроссовки. Опять кто-то вытащил шнурки из моих кроссовок. Кто же это сделал, да? Сапоги, туфли, туфельки. Идем дальше. Мячи. Коробка. Бита. Велотвертка. Придется еще велосипед чинить, да? Так, дальше. Вот они, роликовые коньки. Ой, колесика не хватает. Блин. Все чинить нужно. Шагомер рядом. Перчатки. Дальше. Розовые шнурки. Машин розовые шнурки. Бррр, ненавижу этот цвет. Придется розовым. И нет, моим кроссовкам подходят только белые шнурки. А зачем нам взялись розовые? Так, здесь все. Блин, муха. Аршок. Нам еще муху теперь ловить, да? Или как? Так, стиральный порошок. Может шнурки постирать. Колесико, кепка, валан. Эспандер. Вот я эспандер видел. Курту надо перевесить на соседний крючок. Ага, для начала перевешиваем куртку. Берем эспандер. Это было не тяжело. Так, дальше. Следующий. Фумигатор. Бесы, бутсы. А вот и колесико. Колесико нужно чем-то прикрутить. А вот у нас была здесь отвертка, да? И куда его... О, блестит все, вот. А звонок на велосипеде. То есть мы оттуда сперли болтик. И все. Ролики готовы. Итак, кепка, валан. И зашнуровать кроссовки. Расческа. Это щетка. А где валан? А где валан? Я так его и не увидел. Наколенники. Так, валан, валан. Смотрю прям на него, наверное, и не вижу, да? Рюкзак. Моющее средство, отбеливатель. Смотрите, снимается... Крышка. И мы, наверное, отбелим штуки, да? А теперь белые. Класс. Теперь никто не скажет, что они чужие. Так, кепка и валан. Я как-то вообще кепку пропустил из виду. Это кукла какая-то. Босоножки. Шлепки. Обувь. Зонтики. Инструкция. Гантелем. Шапка. Шапка. Одни шапки. Плащ на... Где-то ж, наверное, здесь вот. Туфельки. Сапоги. Нет, нет, нет. А, вот кепка. Почему я сразу не увидел? Остался валан. А где же он есть? Мячи теннисные. Рюкзак. Где-то ж он должен быть недалеко. Где он спрятался? Может где-то здесь? Скакалка. Лежит и молчит. Вот же жук. Велосипед, звонок. Так, еще раз по шкафам пройтись. А, вот он здесь. Смотрите, валан. На самом видном месте, как всегда. Кого это принесло? Опа. Открываем дверь. Папа, что случилось? Да вот. Опять ключи забыл. Помоги мне их найти. Наконец-то папа к нам вернулся. Почему-то на нее мухи сорятся, интересно. Противная муха. Надо ее словить. Так, папы на ключи. Где мы еще не были? Вот они ключи. Я побежал. Спасибо, Женя. Ладно, посмотрим, что еще надо собрать. Так, фумигатор. Опять куча вещей. Теннисные мячики, расческа, наколенники, пластырь, гантели. А, ну мы-то, в принципе, уже все видели, да? Фумигатор. Рядом пластинки. Буцы. Так, пластырь, шлепки. Так, пластырь. Вот пластырь. Так, скакалка вот висела, да. Футбольный мяч. Где футбольный мяч? Не вижу. Наколенники были где-то вот здесь. Возле плаща. Теннисные мячики в шкафу. Так, шлепки. Шлепки есть. Расческа. Где-то здесь лежала расческа. Вот она. А остались гантели у нас. Что-то с этими гантелями не так. А что с ними не так? Инструкция была где-то вот здесь, я видел, да. Что пишут? Переставь диски, как показано на схеме. О, не сильно я люблю это дело. Переставлять. В принципе, здесь ничего сложного. А, но все равно нужно постараться, скажем так. Так, так, так. Крайнюю переставляем с большой, меняем местами. И поехали набирать второй ряд. Так, теперь нам нужно как-то с этой стороны тоже. Вот так, отлично. Смотрите, раз. Раз. И осталось вот буквально последнюю сторону собрать. Надеюсь, это было быстро. О, все, 170 очков. Другое дело. Теперь гантели собраны правильно. И можно их брать. Так, а где же мячик? Я что-то мячик вообще не вижу. Это обычный мяч, это не футбольный. Там где-то еще какой-то мяч я видел. А где же футбольный мяч? Так, здесь его нет. Может в коробке? Нет. Шлем нет. Так, здесь тоже нет. Это мяч для регби? Ага, нет, не оно. Здесь нет. Ладно. А, вот он за перчатками спрятался. Я его даже не видел. Слушайте. Здесь все собрала. Теперь в гараж мяч накачать. Совсем сдулся. Обидно вот. Из-за одного мячика последняя ошибка. О, ну зато хватило очков. Поздравляем с новым рекордом. А, картинку нам не дали, не такую, да? Только уши раскрашены. Ладно. Идем дальше. Воснецов приехал на работу. Для того, чтобы завершить дела, ему нужен ежедневник. Помогите Воснецову найти его в этом беспорядке. Помогите Воснецову найти ежедневник и закончить дела. Ого, вот это бардак. Ежедневник. Нужен ежедневник. Я туда все записываю, чтобы не забыть. Да, в таком бардаке, конечно, найти что-то это вообще проблема. А мы-то думали, в кого пошли девочки. Вот они в кого пошли, в своего папу. У которого везде бардак, даже на работе. Так, а где же наш ежедневник? Куча тетрадок, куча бумаги везде раскидано. Так, ежедневник, ежедневник. А, вот голубенький. Так-так, все понятно. Итак, не забыть. Перед отъездом паспорт и деньги в сейфе. Собрать вещи. Отправить заказное письмо в Красноярск. Заблокировать телефон. Куча дел. Так, начинаем с телефона. Надо заблокировать телефон, чтобы Тамара не звонила своим родственникам на Украину. Код блокировки я нацарапал на фляжке Антонова для конспирации. А где эту фляжку искать? Ладно, я думаю, со временем найдем. Хотя в этом бардаке не факт. Письмо в Красноярск и сейф. Так, шлепанцы. Очки. Так, давайте начнем со шкафа. Что у нас здесь? Шлепки резиновые. Вот они, кстати, сразу, да? Ботинки нам не нужны. Кружка, телефон, будильник. Адеколон, термос. Кепка. Кепка. Кепка нам не нужна. Нам нужны очки. А вот они рядом с кепкой. А вот и будильник нам нужен. Теперь будильник. Галстук. Сумка, термос. Так, ладно, пока мы здесь закончили. Фотография жены. Вот на столе стоит какая-то фотография. Наверное, жены. Теперь кепка. Опять идем в шифонер. Вот она кепка. Складной нож. Обалдеть, а где же нож у него лежит? Может, в какой-то коробке? А ну-ка. Нет, тут мы нашли галстук. Какой-то бюст Фрейда. А за ним... Опять ухо отвалилось. А что это за ним? Солок без рукоятки. Наверное, он нам понадобится, раз нам сюда сделали задание отдельно. Так, тонометр, складной нож, рукоятку найти нужно. И сейф. Так, нам нужно приклеить ухо, скорее всего, да? Это закрываем. Давайте попробуем открыть тумбочку. Так, что у нас здесь? Электробритва. Скотч какой-то. Нам скотч, наверное... Скотчем и ухо приклеивать не будем. Нам, скорее всего, понадобится что-то еще. Где-то у меня диск с музыкой валялся. Диск с музыкой. Что-то у него где-то все валяется, а где я не вижу. Ага, вот тонометр. И электробритва. Сразу же она уже здесь перед глазами. Так, дальше, 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 дальше. Рукоятка. Отлично. Нашли совок. А для чего нам совок? Собирать весь этот мусор? Ладно, дальше, дальше, дальше. Может подвигать предметы? О, письмо. Марок нет. Конечно, Тамара их не наклеила. Хоть я и просил. Опять самому все делать. Так, ищем теперь сколько нас. 8 марок. Ну, хоть не 15-16. Как раньше. Так, это визитка. Это не марка почему-то. Давайте искать марки. Или как-то я так вообще не вижу пока мести. Ага, вот одну вижу. Под проигрывателем. Раз. На лампе это два. Вот возле шифонера валяется три. Возле входной двери на столике четыре. О, а вот и складной нож. Я думал там где-то спрятаны. Отлично. Так, дальше. О, диск. Нашел диск. Здорово. Давайте его вставим, наверное, в магнитофон. Там какой-то ключ под низом. А вот еще один ключ в графине. Сперва надо открыть графин. Открываем. Сначала нужно всю жидкость из него. И... А вот еще один ключик. Здорово. Так. Пока мести это можно закрыть. Потом он еще можно подвинуть. На фляжке написан код. Это для блокировки телефона. Звездочка 42 51 решетка. Звездочка 42 51 решетка. Звездочка 42 51. Отличный телефон. Получилось. Заблокировали. Какая-то кнопка возле шторы. Ух ты, а вот он и сейф наш. Чтобы открыть сейф, надо найти четыре ключа и схему с кодовой картинкой. Четыре ключа. Ничего себе сейф. Там, наверное, он миллион хранит. Так. Ладно. Визитка, визитка. Нам нужны марки. Еще четыре штуки. Где же они могут быть? Слушайте. Может, в шифонере проверить еще раз? Коробка. Мобила. Деколон. Коробки не открываются. Нет. А, вот за с этим. За ботинками еще одна марка. Так, это уже пять. О, увидел марку вот между листами бумаги. Шесть. Так, что у нас здесь? Маска, маска. Фикус. В этом горшке я кое-что спрятал. А, в горшке прям. Может, для этого нам совок? Ключик еще один. Третий. Нам нужно четыре ключа. А, так. На столе. Что у нас на столе? Шарики. Стопка книжек, калькулятор, чернильница. А, что здесь в часах? Кодовое изображение... с сейфа. Это хорошо. Получается, нам нужно еще один ключ и две марки. И приклеить ухо к голове. Вот я вижу клей. Давайте намажем им ухо. И приклеим. Так, ладно, идем дальше. Где мы еще не были? Бумеранг разный, кубки. Тут я все смотрел. А, стул не двигается. Сломалось. О, понятно. Надо скотчем примотать. Так. Примотаем скотчем. Наверное, нужно вставить, да? И заклеить. Как новенькое. Так. Открывается теперь? Отлично. А что у нас здесь? Почтовые марки нужно искать, да? Вот, кстати, восьмая... Нет, седьмая марка, да? Я уже обрадовался, думал, восьмая. Больше ничего здесь нет интересного? Эспандер нам не нужен. Скрепки. Наверное, все, не знаю. Так. Почтовые марки. Где еще одна марка? Кто-то видит ее? Признавайтесь. Марка, марка. Это визитка. 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 Марка, марка. И ключ. Где же они все есть? Лампа. Так, цветок. О, вот. Мы цветок передвинули как раз на марку. Здорово. Так, мы собрали марки. А где у нас еще может быть ключ? Стаканчики. Стаканчики. Лампа. Дырокол. Календарь. Часы. Принтер. Сумка. Маска. А может, все-таки здесь ключ еще один? А, вот. Слушай, блин, а почему с меня сняли очки? Ключи все. Я же думаю, что все-таки там мало одной марки. Я собрал ключи, только жалко, что потерял при этом деньги. Так, а вот и наш сейф. Ставьте ключи в замочные скважины и поворачивайте ключи, а пока картинка на экране не совпадет с изображением на листке. Так, сюда красный. Сюда оранжевый. Фиолетовый. Хотя он синий больше. А это фиолетовый, хотя он розовый. Так, и давайте поворачивать. Оранжевый правильно. Красный. Красный вроде бы правильно. Нет, не знаю. Ладно, пока не синий. Так, синий или нет? Ну, не знаю. О, оказалось так. Наконец-то! Деньги и паспорт. Вот они, деньги. И вот он, паспорт. А, неужели все? Ну, тут нам делать больше нечего. Так как, это убирать. Ну, очков хоть здесь хватило. Не хватает? Обалдеть. А как же не хватает? Я ж все делал правильно, только там одна ошибка буквально. Ну, жуки. Ну, разработчики, а. Ой. А почему? Это следующий эпизод. Даша выбирала музыку в дорогу и вспомнила, что в свой любимый диск дала послушать пауку. Пришлось спускаться в подвал, чтобы забрать диск. А там паук проводил ритуал посвящения в готы. Помогите Даше вернуть диск. Весело. Так, ну что ж, друзья. Приключения Даши мы уже рассмотрим в следующем обзоре. Поэтому ждите. И поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Для того, чтобы следующий обзор вышел как можно быстрее. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней. Пока-пока. Пока-пока.